Всем привет! С вами Паэм Маслов и это третий видео по стереометрии. Сегодня говорим про пирамиду. Как обычно, запоминаем формулы площади и объема, запоминаем, что такое правильная пирамида, и решаем несколько задач. Поехали! Начинаем с того, как пирамида получается. В плоскости рисуют некоторый многоугольник и выбирают точку сверху. Эту точку сверху соединяют с каждой вершиной многоугольника, получается пирамида. Тело, которое ограничено снизу своим основанием, а по бокам состоит из треугольников, которые стягиваются в одну точку. Можно сразу написать формулу площади поверхности. Площадь пирамиды состоит из площади основания плюс площадь боковой поверхности, которая представляет из себя сумму треугольников. Можно подойти к пирамиде как бы с другой стороны и сказать, что это такое дело, которое получается за счет того, что многоугольник из основания вверх вытянули за одну точку. Это верхняя точка, называется вершиной пирамиды. И если из нее опустить перпендикуляр к плоскости основания, пунктирная линия, то мы получаем высоту пирамиды. В зависимости от того, как пирамида наклонена, высота или, можно сказать, ее проекция могут быть расположены по-разному. Высота может попадать внутрь основания, может лежать вне его, может попадать на боковое ребро. Высота может даже попадать в одну из вершин многоугольника, и тогда у нас одной из боковых ребер является высотой пирамиды. Ну и в принципе задачи так устроены, что чем более кривая пирамида по условиям нам дана, тем сложнее решать задачи. Поэтому начинать нужно с правильных пирамид, именно про них учиться решать задачи. Но об этом буквально через три минуты. А пока давай запишем вторую формулу. Объем пирамиды. Это 1 третье произведение площади основания на высоту. И нужно постараться эту формулу понять. Если коэффициент 1 третье убрать, у нас остается произведение с основания на h. То есть формула объема призмы. И надо сравнить призму и пирамиду с одинаковым основанием, одинаковой высотой. В принципе понятно, что объем призмы получается больше. Значит объем пирамиды должен быть меньше, и поэтому мы берем площадь основания, умножаем на h и делим на какой-то коэффициент. Можно просто запомнить, что этот коэффициент равен 1 третьей. Для этого использовать какие-то мнемонические правила на тему того, что в плоской геометрии у нас площадь треугольника это половина произведения основания на высоту. А в трехмерном 3D мире у нас пирамида это такой объемный треугольник. И тогда для него 1 третье основание на высоту получается объем. А можно эту формулу доказать, для этого нужно рассмотреть призму и разрезать ее на 3 части. Она у нас разваливается на 3 пирамидки, а они у нас разные, но фишка в том, что объемы этих пирамидок получаются одинаковые. То есть у нас любая призма, то есть у нас любая треугольная призма состоит из трех пирамид с одинаковым объемом. Значит объем одной пирамиды это 1 третья объема призмы, то есть 1 третья из основания, умноженное на высоту. Остается запомнить, что такое правильная пирамида. И опять же помогает аналогия с призмой. Из прошлого видео ты запомнил, что в правильной призме выполняются два условия. У нее в основании лежит правильный многоугольник, сама призма прямая. Для пирамиды. Повторяется то же самое условие. Основание должно быть правильным многоугольником, но от прямых пирамид не бывает. Но мы хотим добиться того, чтобы чертеж был симметричный и ровненький. Поэтому вторым пунктом мы можем выбрать одно из двух определений. Кто-то говорит, что у правильной пирамиды высота попадает в центр основания, или можно по-другому сформулировать, что проекция высоты совпадает с центром основания. А можно взять другое определение, сказать, что у правильной пирамиды боковые ребра равны. Или так, или так. Из одного условия следует другое. То есть, когда тебя спрашивают, что такое правильная пирамида, у тебя есть множество вариантов ответа. Он может сказать, что у такой пирамиды обязательно в основании лежит правильный многоугольник, и высота попадает в центр основания. Или по-другому сказать, что у правильной пирамиды основания правильный многоугольник, и боковые ребра равны. Соответственно, когда мы говорим про центр основания, то есть у нас в основании лежит треугольник, то его центр это точка пересечения медиан-дисектрис и высот. Это равносторонний треугольник. Если мы говорим про квадрат, правильный четырехугольник, Для него центр это точка пересечения диагоналей, но в общем случае для правильного многоугольника центр это... Центр совпадает с центром вписанной и описанной окружности, но это нам нужно для каких-то, может быть, более сложных задач. Теперь давай наконец-то нарисуем правильную четырехугольную пирамиду и решим на этом шутеже первый номер. В основании правильной четырехугольной пирамиды лежит квадрат, поэтому мы сначала рисуем параллелограмм и говорим, что это квадрат. Потом находим центр этого квадрата, точку пересечения диагоналей. Высота пирамиды должна попадать в эту точку пересечения, поэтому мы из нее вверх рисуем перпендикуляр, это будущая высота пирамиды, и вершинка пирамиды живет где-то на этом перпендикуляре. Для того, чтобы чертеж был удачным, нужно вершину пирамиды просто взять повыше, тогда, когда мы ее соединим, у нас никакие отрезки друг с другом перекрываться не будут, и будет отличный чертеж. Выбираем вершинку пирамиды повыше и соединяем. Опять же не ленимся, ребра, которые мы не видим, рисовать пунктиром. Пирамиду подписываем, обычно вершину называют точкой S, а потом многоугольник, как обычно, ABCD. Здесь точка O, центр основания. Дальше, в первом номере у нас правильная четырехугольная пирамида, у которой известно, что боковые ребра равны 13, а стороны основания равны 10. Раз пирамида правильная, то боковые ребра у нее между собой равны, везде по 13. Здесь 13, здесь, здесь и здесь, а стороны основания ребра все по десятке, в основании лежит квадрат. Требуется найти площадь поверхности пирамиды, она состоит из площади основания и площади боковой поверхности. Площадь основания можно сразу найти, это квадрат S основания 10 на 10, 100. Площадь боковой поверхности состоит из четырех одинаковых равнобедренных треугольников. Можно сказать, что S боковое, это 4 умножить на площадь треугольника. А площадь одного треугольника, чтобы посчитать, лучше нарисовать, во-первых, чертеж отдельно. Давай посмотрим, например, на боковую грань SBC. Здесь SBC 13, 13, 10. Ну и, конечно, площадь равнобедренного треугольника ты умеешь находить. Мы в нем опускаем высоту, которая является при этом медианой. Здесь точка H, здесь пятерка, здесь пятерка. По теореме Пифагора считаем SH корень из 13 в квадрате минус 5 в квадрате, и получается корень из 144 в 12. Досчитываем площадь треугольника SBC. Одна вторая произведение основания на высоту 12 на 10, 120 пополам 60. Берем эту площадь, подставляем вместо площади треугольника, говорим, что площадь боковой поверхности тогда 240. И эти две величины вместе дают нам площадь полной поверхности пирамиды. 100 плюс 240, 340. Ответ задачи. Готово. Давай еще вот эту высоту SH проведем не только на вспомогательном чертеже, но и на основном боковой грани проводим SH. И у нас получается, что на чертеже проведено две высоты. SO – это высота пирамиды, SH – высота боковой грани. Чтобы не путаться в словах высота и высота, придумали новое клевое слово. Говорят, что SH – это апофема. То есть апофема – это высота боковой грани пирамиды. Может быть, тоже тебе где-нибудь попадется. Ну а пока переходим к номеру 2. Там у нас тоже четырехугольная пирамида. Повторяешь аккуратно чертеж. По условию H – высота пирамиды равна шестерке, а боковое ребро, например, SA – равно десятке. Все по 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. И высота пирамиды SO – шестерка. Требуется найти объем. Объем – вопрос. Ну, соответственно, вспоминаем формулу объема. 1 третье – произведение площади основания на высоту. Понимаем, что высота у нас есть, шестерка, не хватает площади основания. Значит, мы будем каким-то образом стремиться ее найти. Подразумевая, что в основании лежит квадрат, ну и, наверное, будем искать сторону основания, и тогда вот введем ее в квадрат, получится площадь квадрата. Подобных задач очень много, и вся идея у них в том, что высота пирамиды – это перпендикуляр, который проведен в плоскости основания. То есть он стоит как столбик и образует прямой угол с любой прямой, которая в плоскости основания живет. Например, угол АОС прямой. И мы можем посмотреть отдельно на треугольник АОС и подумать, что мы в нем хорошего знаем. Давай отдельно его тоже нарисуем. Здесь прямой угол. Высота СО – это его катет, а сторона СА – боковое ребро равно десятке. Значит, у нас прямоугольный треугольник, которым известен катет и гипотенуза, и опять все считаем по теореме Пифагора. АО – это корень из 10 в квадрате минус 6 в квадрате, корень из 64 – это восьмерка. Мы нашли, что АО равно 8, подписали на основном чертеже, и перепрыгиваем в плоскость основания. Рисуем отдельный чертеж. Квадрат АБЦД, в котором мы знаем АО. То есть мы знаем половинку диагонали этого квадрата. А хотим, видимо, найти сторону квадрата, чтобы посчитать его площадь. Ну и как-то в каком-то из видео была такая задача, как мы можем сделать очень разными способами. Например, можно сказать, что диагонали квадрата точкой пересечения делятся пополам, и при этом пересекаются под прямым углом. Здесь 8, здесь 8, здесь 8, здесь 8, здесь 8. И для того, чтобы найти одну из сторон, и для того, чтобы найти сторону, мы опять же считаем по теории Пифагора, смотрим на треугольничек АОБ, и говорим, что АБ – это корень из 8 в квадрате плюс 8 в квадрате, получается 8 корней из 2. И тогда площадь квадрата АБЦД – это 8 корней из 2. Сторона, возведенная в квадрат, 64 на 2 – 128. Ну а можно было тоже результат получить каким-нибудь другим способом. Например, сказать, что раз мы знаем половинку диагонали – 8, то знаем всю диагональ – 16. Так 16, так 16. И посчитать площадь квадрата, как площадь ромба, половина произведения D1 и D2 – 16 на 16 пополам, 256 пополам, те же самые 128, не находя чему равна сторона основания. 128 нашли, подставляем всю в формулу объема, досчитываем, объем пирамиды равен 1 третья умножить на 128, умножить на высоту на шестерку, 3 и 6 сокращается здесь 2, 128 на 2 – 256. Ответ задачи. Соответственно, вот это самая типовая задача про четырехугольную пирамиду. И таких задач очень много, и, по-моему, они как раз наиболее адекватны. Они не суперпростые, но и в то же время не очень сложные. То есть, постоянно они те же действия за счет теоремы Пифагора, и ты учишься перепрыгивать из одной плоскости в другую плоскость. Что-нибудь нашли в плоскости основания, вернулись на основной чертеж, посмотрели, что у нас, например, есть прямоугольный треугольник САО, у нас появился в нем катет, что-то продолжаем считать. То есть, задача может идти в одном направлении, может быть, условия дали наоборот. Могли сказать, чему равна сторона основания, но не сказать, чему равна высота. Тогда мы смотрим на основание, отдельно для себя рисуем квадрат, думаем, что хотим найти половинку диагонали этого квадрата, находим АО, а потом перепрыгиваем внутрь, на большой чертеж, смотрим, что у нас есть прямоугольный треугольник САО или СБО, и в этом прямоугольном треугольнике опять считаем теоремы Пифагора, находим или высоту, или боковое ребро, что нам нужно по теореме Пифагора находим, и продолжаем считать. То есть, вот эти задачи, это как бы учат стереометрии, что ты в одной плоскости что-то нашел, потом полученный результат используешь уже в другом чертеже, который расположен в другой плоскости. Ну и давай, чтобы закрепить третий номер, будешь решать самостоятельно, только перед этим небольшая подсказка. Для того, чтобы нам находить апофему, которая нужна для того, чтобы найти площадь боковой поверхности, можно рассматривать не только треугольник САО, он у нас прямоугольный, но у нас по-прежнему высота является перпендикуляром, она дает нам много прямоугольных треугольников. И в третьем номере можно рассмотреть вот такой треугольник СОН, то есть О, центр основания, аж, серединка боковой стороны. У нас угол СОН тоже равен 90 градусов, и в этом вот, в черном треугольнике считать теоремы Пифагора, и за счет этого решать третий номер. Давай попробуешь самостоятельно, закрепишь то, что мы только что обсудили. Теперь быстренько проверяем. Сторона квадрата, сторона основания АБ равна шестерке, и если мы хотим использовать треугольник СОН, нам не хватает катета ОН. Чтобы его найти, мы на отдельном чертеже квадрата думаем, чему же равно это ОН, и присмотревшись, видим, что это просто половинка от стороны квадрата, то есть тройка. Здесь три, подписываем это на основном чертеже, высота пирамиды равна 4, значит треугольник СОН 3,4, гипотенуза по теореме Пифагора получается равна пятерке. СН равна 5. Значит мы знаем апофему, высоту боковой грани, досчитываем площадь треугольника одной грани, 1,2 на 5 на сторону основания на шестерку, получается 15. Берем это значение, боковая поверхность состоит из четырех треугольников, значит С боковое, это 4 умножить на 15, 60, ответ задачи. Нужно было внимательно прочитать, что ищем площадь именно боковой поверхности, значит площадь основания нам добавлять не нужно. Но можно было пойти более длинным путем, если вдруг не получилось посчитать ОАЖ, можно было найти диагональ квадрата, взять ее в половинку, посчитать в зеленом в каком-нибудь треугольнике теорему Пифагора, найти чему равны боковые стороны пирамиды, потом еще раз посчитать теорему Пифагора, нарисовав отдельную боковую сторону, и опять же найдя медиану, бисепирису и высоту равнобедренного треугольника. То есть во всех подобных задачах у нас по 2, 3, 4 раза используется теорема Пифагора, очень сильно нам помогает. Переходим к четвертому номеру. В четвертом номере нам нужно найти объем треугольной пирамиды, у которой боковые ребра взаимно перпендикулярны. Эту задачу можно решить очень быстро, буквально в два действия, если кое-что догадаться сделать, а мы разберем два решения, и второе решение будет гораздо более длинное, как бы такое прямолинейное. Но сначала нам нужно нарисовать треугольную пирамиду. Ее мы рисуем похоже на то, как мы рисуем треугольную призму. Мы сначала изображаем треугольник, который скошен вбок. Это у нас основание. И потом где-нибудь выбираем вершину пирамиды, соединяем. Получается пирамида S, A, B, C. По условию у нас боковые ребра, то есть вот эти, они все равны тройке и взаимно перпендикулярны. Значит, между любыми двумя из них прямой угол. Угол A, S, B прямой, B, C прямой и угол A, S, C тоже прямой. Требуется найти объем этой пирамиды. И тут стоит поговорить о том, зачем в школе проходит вообще стереометрию. Это очень полезный предмет. Он учит тебя на плоской картинке, на плоском чертеже, глядя на него, представляет себе объемную фигуру. Тренирует твое пространственное воображение. Это тебе в жизни очень помогает. Так вот, если представить себе такую треугольную пирамиду, которая, кстати, по-другому называется тетраэдр, и он представит себе эту пирамиду, то объемный объект, его, как ни странно, можно вращать. И в случае тетраэдра, треугольной пирамиды, если мы ее повернем на другой бок, у нас можно считать, что было основание А, B, C, а когда мы его повернем, можно считать, например, А, S, B основанием. И короткий способ решения этой задачи заключается в том, что мы догадываемся, что пирамидку можно перевернуть, положить ее на одну из боковых граней, тогда у нас А, S, B становится основанием, здесь 3, здесь 3, здесь прямой угол, но С, C образует прямой угол и здесь, и здесь. То есть у нас ребро С, C перпендикулярно плоскости основания, значит, ребро С, C является высотой пирамиды. И тогда для того, чтобы посчитать объем, нам нужно одну третью умножить на площадь треугольника А, S, B и умножить на высоту пирамиды, S, C. Это у нас 3, площадь треугольника А, S, B, половина произведения катетов, 1, 2 на 3 на 3, 9 вторых, и объем получается, 1, 3 умножить на 9 вторых, умножить на 3, 3 и 3 сокращаются, и 4,5 идет в ответ. Задачка вот в действие. Если догадаться, что пирамиду можно перевернуть и понять, что у нее при этом боковое ребро становится высотой. Это короткий способ решения. Ну а мы поговорим о более длинном способе решения, если мы так сделать не догадались, но в принципе обсудим подход в стандартном случае, если у нас пирамида треугольная и требуется найти ее объем. Давай сначала подумаем над тем, является ли вот такое положение пирамиды правильной треугольной пирамидой. По условиям нам это не сказано, но действительно является. У нас боковые ребра между собой равны, а в основании лежит или нет равносторонний треугольник, да, действительно лежит, потому что мы в каждой боковой грани можем посчитать теорему Пифагора. То есть, например, посмотреть на боковую грань S, B, C, увидеть, что это прямоугольный равнобедрный треугольник, здесь 3, здесь 3, значит, по теорему Пифагора здесь получается 3 корни из 2. И так можно сделать в каждой грани и найти стороны основания. Они получаются одинаковые, значит, треугольник в основании равносторонний. Мы можем легко посчитать его площадь. Можем это сделать. Но нам для того, чтобы посчитать объем, не хватает высоты пирамиды. Если мы пирамидку никуда не переворачивали, то высота пирамиды, правильной, идет, попадает в центр основания. Центр основания, точка O, центр правильного равностороннего треугольника, который в основании лежит. Можно на основном чертеже нарисовать бисектрисы медианной высоты, которые в точке O пересекаются, и высота SO именно в эту точку попадает. Какой у нас будет план? Мы хотим посчитать отрезок AO, расстояние точки A до точки O, до центра треугольника. И воспользоваться тем, что треугольник ASO является прямоугольным, высота по-прежнему образует прямые углы. И тогда уже в треугольнике ASO потеряем пифагора, досчитать высоту и досчитать всю задачу, не используя переворачивание. То есть давай еще раз сформулируем план решения такой сложной задачи. Объем, это у нас 1 третья, площадь основания, площадь треугольника ABC, умножить на высоту, то есть на отрезок SO. Площадь треугольника ABC, давай напишем, это у нас половина произведения сторон на синус угла между ними, площадь треугольника 1 вторая на 3 корни из 2 в квадрате на синус 60 градусов на корень из 3 на 2. Получается выражение 9 умножить на 2 умножить на корень из 3, знаменатель 2 на 2, одна двойка сократилась, осталось 9 корней из 3, деленное на 2. Площадь треугольника ABC есть, не хватает нам высоты SO, высоты этой пирамиды. Ее мы будем искать за счет того, что сначала найдем отрезок AO, находясь в основании, а потом уже потерим тифагора в треугольнике ASO, досчитаем. Отдельно рисуем основание треугольника ABC, ABC, и хотим найти расстояние AO, мы можем было находить BO или CO, расстояние от любой из вершин до центра треугольника. Ты помнишь, что это расстояние у нас еще задает радиус описанной окружности, и вспоминаем, как это делается, повторяем. Давай, чтобы нам было проще считать, скажем, что у нас сторона такого треугольника временно равна А, то есть в общем виде, здесь А, здесь А, здесь А пополам, А пополам, здесь H, серединка, высота и медиана. То есть, вспоминаем, как мы это делаем, мы сначала находим высоту А, H, высоту равностороннего треугольника, по теории пифагора посчитать можем, А в квадрате минус А пополам, в квадрате получается А корней из 3 деленное на 2, а потом самое важное действие за счет того, что у нас медианы, точки пересечения делятся в отношении 2 к 1, мы говорим, что здесь 2х, а здесь х, то есть весь отрезок А, H, это 3х, и он равен А корней из 3 деленное на 2. Выражаем х, поделив на тройку, остается х равен А корней из 3 деленное на 3 деленное на 2. Это у нас х один кусочек, а нам нужен вот этот кусочек, который равен 2х. Так что мы находим 2х, умножив все выражение на 2, получается А корней из 3 деленное на 3 деленное на 2, на 2 умножается, двойки пропадают. Получается, что радиус описанной окружности это А корней из 3 деленное на 3. Кто-то любит очень учить формулу. Мы нашли расстояние АО, можем вместо А подставить значение нашей стороны треугольника, это 3 корня из 2. Получается, что сторона АО равна 3 корня из 2, вместо А умножить на корень из 3 поделить на 3. Тройки сокращаются, остается корень из 6. Нашли АО, можем вернуться в этот чертеж, можем еще один вспомогательный чертеж нарисовать. Смотрим на треугольник АСО. В нем мы теперь знаем, катит АО, здесь корень из 6, АС это тройка, которая нам дана по условию, здесь прямой угол, досчитываем СО, это корень из 3 в квадрате минус корень из 6 в квадрате, 9 минус 6, 3, то есть под корнем осталась тройка, мы нашли СО и можем его поставить сюда, здесь корень из 3. У нас есть площадь основания, у нас есть высота пирамиды, мы все собираем вместе. Все собираем вместе и говорим, что объем получается равен 1 третье, умножить на 9 корней из 3, деленное на 2, умножить на корень из 3, корень на корень дает нам тройку, которая сокращается с тройкой из формулы, и остается тот же самый результат, 9 вторых, 4 с половиной, пишем окончательный ответ задачи, если мы не догадались, что пирамиду нужно переворачивать. Но несмотря на такой длинный и запутанный номер, это очень полезная тренировка для того, чтобы находить объем правильной треугольной пирамиды. Поэтому с треугольной пирамидой сложнее, мы у нее опускаем высоту, она попадает в центр треугольника, и мы, чтобы эту высоту посчитать, должны пользоваться теремией Пифагора, но нам сложнее находить отрезок от точки А, например, до точки О, потому что нам нужно находить отрезок внутри равностороннего треугольника за счет того, что он равен 2 третьих высоты. Это равностороннего треугольника. В общем, если по этой задаче есть вопросы, ты мне их обязательно пиши в комментарии. И на фоне этой сложной задачи мы подводим итог. Сегодня поговорили про пирамиду. Очень много заданий номер 8 по стереометрии, именно про пирамиду. Чаще всего про правильную четырехугольную пирамиду. Такие задачи тебя жду в домашнем задании, чтобы ты хорошенько потренировался. Про пирамиду ты запомнил ее формулу площади и объема, запомнил, что такое правильная пирамида. Если у тебя остались какие-то вопросы, ты их задаешь в комментарии. Не забудь поставить лайк этому видео, чтобы следующее видео по стереометрии выходило быстрее. Ну и, наверное, все. Счастливо. Пока.